В Чебоксарах стартовал так называемый воркшоп по проектированию набережной. Местные архитекторы и горожане под руководством специалистов из Москвы всю эту неделю будут работать над проектом ее благоустройства. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Услышала по телевизору и в свой выходной решила поучаствовать в проектировании набережной. Просто ей не все равно, рассказывает Галина Григорьевна. Набережная в прошлом году была сделана очень красиво. Люди это оценили. Там можно гулять, там можно отдыхать с семьей. Я, например, очень боюсь, что могут построить объект капитального строительства. Типа центр развлечения, фитнес или еще что-нибудь. Таких же неравнодушных горожан в зале больше трети. Организаторы пригласили их, чтобы послушать идеи и пожелания. Невозможно спуститься к набережной. Это очень крутой спуск. Он реально проходит в лесу. Очень тяжело спускаться и очень тяжело подниматься обратно с детьми. У меня ожидание одно. Чтобы у нашей набережной была национальная идентика. Что мы его видели. Что мы живем в Чувашии. Что мы отличались от других набережных. Волгограда, Нижнего и так далее. Тех, кто готов не только высказать предложение, но и поучаствовать в проектировании вместе со специалистами. Организаторы разбивают произвольно на семь групп. Первая задача – учесть интересы всех категорий населения. У одного из столов вместе с молодыми специалистами и студентами обнаруживаем заместителя министра строительства республики. Он особенно переживает за категорию родителя с маленькими детьми. Хочется связок с верхней набережной для того, чтобы машину оставить наверху, спуститься вниз, погулять. Потому что сейчас это получается очень неудобная логистика. Нужно машину оставить где-то в районе мужского монастыря. Парковки там нет. Соответственно, пойти пешком несколько километров в одну сторону, несколько километров в другую сторону. Но с маленьким ребенком это не очень удобно. Второй этап. Непосредственно проектирование началось сегодня. В чем ваш граждан проекте? Сейчас сзади меня работает она из групп. Давайте попробуем узнать у ребят, чем сейчас они занимаются. Мы сейчас практически на середине этапа проектирования. Акцент мы, как всегда, сделали на пожеланиях горожан. К примеру? К примеру, можно сказать, что это участки со статичным отдыхом, такие как амфитеатры. Также мы решили использовать активность этого диета, то есть водные такси. Работать в таком режиме с 10 утра и до 8 вечера участники воркшопа будут всю неделю. А 10 марта в 17.00 в Большом зале администрации они представят свои проекты на суд публики. Финальная концепция ляжет в основу разработки рабочей документации, а значит воплощение ее в жизнь.